Надо отметить, что злосчастная детская площадка находилась на балансе застройщика и не была передана муниципалитет. Но несмотря на это, глава поселения взял на себя ответственность за помощь пострадавшей семье. Алина давно мечтала о кукле, мама не могла позволить купить такой дорогой подарок. Сергей Хациев исполнил мечту девочки и подарил долгожданную игрушку. Спасибо большое. Она мечтала на самом деле об этой кукле. Я ей обещала на день рождения. Видите, вы подарили очень хорошо. Врачи говорят, полгода еще у нас будет восстановление, потому что после такой травмы еще восстанавливаться нам. Через два месяца сказали приехать, потому что нужно будет сделать анализ. Нам не делали, потому что нельзя пока еще шрам. После шрама, потому что будут проверять на то, будет ли у нее осложнение после операции, будет ли эпилепсия. Может быть, после такой травмы. Глазки у нас после этой травмы, зрение 50%. Глава поселения заверил маму Алины, что все расходы по дальнейшему лечению и реабилитации администрация Больших Везем возьмет на себя. Намеренно мы в понедельник обратиться к нашей Ольге Александровне Мисюкевичу, главной врачи Денцовской районной больницы. Она наверняка нам что-то посоветует. И мы, соответственно, маму с дочкой отправим в какой-то реабилитационный центр. Застройщик отказывается от общения с семьей Алины и за все время ни разу не справился с состоянием ребенка. Теперь только шрам на лбу малышки напоминает о страшной трагедии. Как мы уже говорили, эта площадка находилась на балансе застройщика у Ау-Глафукс. И нам они ее не сдали, соответственно, мы не могли проверить качество этой площадки. Тем не менее, внешне она выглядела привлекательно, и дети на ней играли. Что там произошло, значит, то ли это ошибка при строительстве, недобросовестное крепление этого элемента, то ли его разболтали в процессе эксплуатации. Но это покажет экспертиза, которую назначили следствие. На сегодняшний день застройщик от всяких комментариев отказывается. Насколько я понимаю, со слов Валентины, они также не общаются и с семьей. Но мы ждем результатов следствия. После этого мы, естественно, вместе с семьей будем с ними общаться. Пока идет следствие, главой Одинцовского района принято решение проинспектировать все детские площадки, даже те, которые не переданы на баланс муниципалитетов, чтобы в будущем такие случаи не повторились. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.